Всем привет, друзья! С вами ММА. Сегодня будет очень сложный ролик для меня, но, наверное, весёлым для вас, хотя это не точно. В общем, если смотрели вы вчера ролик, вчера вышел ролик, я там полностью молчал, но у этого ролика была предыстория, эта предыстория будет сегодня. В общем, я подумал, а что если сделать один ролик полностью молчаливым, а второй просто с незатыкающимся ртом. И я думаю, что это будет весело, особенно учитывая то, что сейчас я пытаюсь немного запушить поинтов силовой гонки. Сделаем это с рандомами, как и обычно, нам остался уже один косарь звёздных очков, чтобы было 300к. И я попытаюсь на протяжении всего ролика не заболкать прям ни на секунду, не считая каких-то моментов, когда там вздохнул, что-то ещё. Ну, в общем, постоянно буду что-то говорить, и учитывая то, что нужно ещё будет играть, это будет очень жёстко. Так что вы обязательно закидывайте лайк, и сейчас я попытаюсь не облажаться. Я не уверен, что я смогу этот ролик допилить, не замолчав ни на секунду. А вы обязательно подрубайте код ММА, спасибо большое всем, кто меня поддерживает. И сейчас мы, прежде чем начнём, быстренько купим пинсы. У меня есть, в общем, парочку бравлеров, это Фрэнк, Джеки, Динамайк, кто-то ещё. Если найдём сейчас на него обычного, то соберём всю верхнюю коллекцию, которая считается обычной. Давайте мы это сделаем прямо сейчас, и вы попробуйте написать, кто же мне выпадет. Блин, минуту 30 я говорю, я уже устал, но я ещё не начинал играть, это очень тяжело. И Поко Пайпер Барли нет, у меня таких, к сожалению, нету. Точнее, ну, у меня не фулл коллекция будет, то есть мне нужны были другие пинсы. Ну ладно, давайте мы забьём, давайте подумаем, кого сюда можно взять. И, наверное, в игре я вам ещё расскажу одну историю, почему мне бесконечно вот так вот болтать будет тяжело. Давайте мы попробуем начать с вольта, потому что вольт в моде при любой погоде. У нас найдено 4 из 6 игроков. Самое главное нам не только затащить эту силовую гоночку, но и затащить этот ролик, и не слиться, не замолчать там, не потерять слова. Кстати, у меня сейчас зарядка здесь, и она немного мешает. Ещё мешают наушники. В общем, мешает всё, что есть. Надеюсь, мне не помешают мои рандомы, которые со мной сейчас. Так, у нас тут Том на Карле. Это Том, другой Том, не тот, что Том на Трайбе, который очень жёсткий Том. Так что давайте попробуем накопить. Ульту меня убивает, но там вагонетка. Сейчас мы с ультой придём, в принципе, ничего страшного. И теперь уже будем играть аккуратно. Теперь нам уже нельзя терять ульту. Кстати, я считаю, что эта Старка получше будет, нежели чем другая. Так, немного накидывают и хилятся, но вы как бы, ребята, оборзели немножко, нет? Давайте мы вам чуть накидаем тут и возьмём третью силу. Теперь после третьей силы уже надо будет... Ой, Пэм под поезд, салам алейкум! И Джин пытался вытянуть нашего Карла, но не тут-то было. Теперь у нас есть ещё одна ульта, он чуть меня не убивает. Надо отойти и подхилиться. И я уже немного поудустал говорить, но сами знаете, задание, самое главное, его выполнить. Давайте поможем против Джина, давайте поможем против Пэм, давайте поможем против всего и уходим на базу. Отличная игра от ММА. ММА проходит, начинает дефать и помогает Джесси. Джесси, отойди, ты чё, у тебя 2600 хп? Надеюсь, у Джина нету ульты. У него пока его нету, да. И вот сейчас она есть, он проходит дальше и затягивает, но не будет ульта и пошла. Фу! Первую каточку мы затащили по болтовне, ну и затащили, конечно, по игре. И у ребят уже косарь плюс, хотя я играю с рандомами. Блин, я там одну карту вжух-вжух, не помню, не помню, как она точно называлась, самое главное, не останавливаться. Но, ребята, блин, я её слил 2 или 3 раза. Кого бы я ни брал, у меня был такой лютый трэш. То есть, если я беру хороший фланг, я иду на фланг, я делаю своё дело на миду, всё, до свидания. Если я беру мид и давлю там, то мы проседаем по флангам. Там у меня тиммейт была Тара, которую затягивали 2 или 3 раза, один раз затянули даже вместе со мной, он не накопил ни на одну ульту за игру, ни одного не затянул. Ну и вот так вот бывает. Но самое большее мне нравится, когда против тебя крутятся. То есть, играя с рандомами, вообще донами, не знаю, у меня дочка, и то не тапая, и то лучше может выдать. И вот с такой вот дочкой куда легче играть, нежели с этими типами. Ну и вот после этого они ещё умудряются крутиться там, либо что-то ещё исполнять. Типа радость, там все дела. Но давайте, ладно, сейчас завязываем ульту, потому что нам нужно быстренько бегать. И после этого нам нужно будет быстренько накопить на следующие Старочки, потому что Мистер Пи играет с другой Старкой. Давайте мы его забайсили неплохо. И теперь Джин, живи. Бо, почему ты проседаешь? Почему ты погибаешь? Почему всё нужно делать за тебя? Сейчас бы попал, это было бы очень обидно, очень больно. Я понял, Бо вообще не может там. Давайте, может быть, попробуем поменяться. Окей, Бо, ты такой крутой, мансишь. Давай попробуем, как ты домансишь до конца. Окей, ты домансил. Теперь давайте дадим Пайпер тычку. Давайте накопим на ульту. Ещё одну тычку дадим. К сожалению, мы немного не под тем углом её дали. Давайте Бо бежит. Лови ещё пару тычек. Давай затягивай, я тебе тоже чуть-чуть помогу. И самое главное, сейчас уходим. Уходим. Бо очень хотел меня убить, но у него это не получилось, потому что я знаю, что он хотел. А он хотел меня, конечно же, убить. И теперь, мистер Пи крутой накопил на станцию, но мы-то откодим, и так что теперь твоя станция нам не очень страшна. Давай подходи сюда, и Пайпер здесь. Воу, вот это класс. Надеюсь, у нас, надеюсь, у нас эпик победы не будет. Но, Джин, давай-ка ты не обращай внимания, я сам там разберусь. И с мистером Пи я тоже разберусь. И еще, и могу, и... Блин, но теперь эпик победы точно не будет. Теперь? Я не знаю, вот что они делают. Ну, как бы, эпик победа с первого раза могла быть, но Бо реально немного не в адеквате. Он два раза или три раза слил фланг. А самое главное, мне не слить мое общение с вами, потому что задание не замолкать ни на секунду. И рассказываешь вам что-то. Я помните, хотел сказать, что опаля, там, там, как бы тима была, видать, просто пришли помочь, но у нас более-менее побольше поинтов. Ну, как Бо взял столько поинтов, я не знаю. В общем, почему я говорю, что мне такие вещи могут тяжело даваться, ребят? Интересная история из моего детства. Я там до трех, до четырех лет молчал, прям вообще не болтал. То есть, был молчаном, есть дети, которые дофига болтают, есть дети, которые вообще молчат. Вот я был таким, который ничего не говорил. Меня даже водили там к врачам, думали, может, что-то с головой не в порядке. Но, вроде бы, пока, пока, вроде бы с головой все в порядке, еще не все так плохо, как могло бы быть. Вот, например, иногда рандом попадаются и ты там понимаешь, что тяжелый случай. Ну, и вот, в общем, я хотел сказать, что я все понимал, я просто молчал. И, грубо говоря, я не был болтуном, всегда был молчаном, мне нравилось молчать, все слушать. Интереснее куда слушать, нежели чем говорить. И, когда ты слушаешь, много интересного можно услышать. И вот так было на протяжении долгого времени, поэтому мне сейчас крайне тяжело с вами там болтать по КД, но все-таки задание есть задание, так что давайте попробуем добросовестно ее выполнить. И вот здесь Тару затащить. Все, есть, есть одна, есть тычка, окей, погнали дальше. Бо, здорово, здорово, Бо! О, молодец! Есть уже третья, самое главное теперь не на Фиде Таре, есть практически четвертая, но у нас есть небольшие проблемы тем, что они просто сливаются по КД. Окей, тут минки, блин, он меня сразу, тварь, конь, он сразу взорвал, и я даже туда еще не наступил, он уже взорвал. Ладно, давай, 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 идем, а вы теперь отсюда не уйдете, братухи. Да, да, ты хочешь перепрыгнуть, но я тебя уже не отпущу. И тут Тара бежит, давайте сразу. Блин, я боюсь, когда у мистера Пи эти гемасы, потому что это может быть плохо закончится, но может быть не факт, самое главное прикрывать его, накопить на четвертую, вот куда он с пятью гемами идет, ну куда этот типочек двигается, я не знаю, но самое главное, чтобы теперь тут никого не пропустить. Тару убиваем, Брок тут дефает, но Броку мы сейчас дадим тычку, помогите кто-нибудь, я тут один, хотя ладно, я сам справлюсь, только не бери гемы, я сам их возьму. Опа, Боб попал под поезд, и остался один гемас, давай ты забирай, я сейчас тут тоже заберу, но вот на самом деле вот эти гемасики как-то повеселее идут, потому что что творилось до этого, карта в жу-в-жу, блин, там такое происходило, это просто пипец. Ну, осталось пять секунд, но к сожалению, эпик победы не будет, в любом случае, самое главное, это то, что мы затащили и каточки, и вроде бы разговорный ролик тоже получился неплохим, я думал, что будет все куда хуже, но, как я понял, если прям напрягаться и стараться цель поставить, то в принципе можно и базарить хоть сколько, хоть целый стрим, но я уверен, что за час с такой болтовней можно нехило устать. Давайте посмотрим, что у нас там по поинтам, нам дают тридцатку, у нас очень плохой результат, если мы зайдем в топ мира, то там уже сидят на 1250 максималка по вот этой движухе, которая дает тебе дополнительно 10к, и вот как бы с рандомами, даже если вы очень хорошо играете, не факт, что вас получится затащить дальше, потому что я говорю жух-жух, чтобы я не брал, у меня были проблемы по другой стороне, если я хорошо даже отыгрывал фланг, на миду все было плохо, так же и наоборот, мид берешь, все плохо по флангам, так что ребята, лучше собирайте тему, даже если эта тема будет не самая лучшая, не бомбите на них, потому что поверьте мне, если вы пойдете с рандомами, то ваш пукан будет гореть куда сильнее, но надеюсь вам этот ролик понравился, скоро заканчивается лето и сентябрь, я начну уже плотно играть, уже будем пушить и ранги и все остальное, так что ребята, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, у меня есть лайв канал, у меня есть ммаплей, новый канал, не забудьте на него тоже подписаться, но скоро по нему сделаю отдельную инфу, кстати, там уже один ролик вышел, но если вы досмотрели этот ролик до конца, то обычно до конца досиживают самые красавые, самые топы, которые за всем шлезят и уже без меня все знают, но я надеюсь, ребят, я справился с этой задачей, с этой болтовней, надеюсь вам было интересно, в общем, всем удачи, ребят, и всем пока!